Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ И рассчитываем, что вы, Никита, нас научите разбираться, как же финансами вообще управлять своими. Вот. Неграмотным в этом вопросе. Вот смотрите, есть, допустим, какая-то сумма денег, да? До сих пор многие хранят ее, ну, нигде. Под подушкой. Например. В кошельке. А давно уже существует огромное количество каких-то программ, не знаю, у банков. Инструментов в организации, да. Вот какие сейчас есть, может быть, на ваш взгляд, топ-5, где лучше хранить теньки? И в зависимости от того, какая сумма. Приумножая их. Приумножая их, да. Копить. Вопрос, я думаю, волнует всех. Да, абсолютно. И, естественно, нет правильного ответа. Есть куча вариантов. И в основном все это зависит, конечно, от, во-первых, целей, что ты хочешь сделать с деньгами. И второе, это, собственно, готов ли ты терпеть хоть какой-то риск. Собственно, если рассматривается что-то, кроме банковского депозита и баночки под подушкой, да, то варианты расходятся. И там, ну, грубо говоря, чем занимаемся мы, там, я всю свою профессиональную карьеру, это, так сказать, управление на фондовом рынке. Сейчас это развилось в очень такие большие масштабы, и можно, как говорится, довериться человеку, а можно довериться роботам и программам, так называемым количественным фондам. В принципе, это, по итогу вы получаете то же самое, с одного вы можете получить, там, не знаю, 10%, с другого 12%. А робот тоже с вас, с нас процент возьмет, как человек? Как это все? Ну, сам он это не решит, если мы ему скажем взять процент. Ну, смотрите, есть, в принципе, всего три варианта управления. Давайте все три. Это когда человек, вы доверяете человеку, он на своем опыте смотрит различные, там, отчетности компании, новости, там, и тому подобное. Это кто это, как называется такой человек? Портфельный управляющий. Портфельный управляющий, да. То есть он принимает решение на основе своего какого-то многочисленного опыта, вы ему доверяете деньги, и он делает какую-то доходность. Может потерять. Никит, с каким портфелем минимум приходить к такому управляющему, чтобы он обратил на нас внимание? Зависит от человека. Есть кто-то, кто собирает и по 10 тысяч рублей. И уже можно прийти, сказать, управлять. Да, но я бы так не советовал, поскольку чем меньше денег, тем больше вероятность их потерять. Потому что вы захотите больше, захотите рисковать. Есть такая поговорка, большие деньги делают большие деньги. Поэтому, скорее всего, если сумму там до... Ну, тут тяжело именно оперировать какими-то цифрами. Ну, начиная со 100 тысяч рублей, что-то можно более-менее интересное придумывать, чем банковский депозит. А вот что интересно придумывать, мы об этом узнаем чуть позже, друзья, пока вы купите деньги. Маленькая пауза, после которой мы вернемся. Будьте с нами. Друзья, куда двинуть 100 тысяч рублей? Ну, условные 100 тысяч мы вам подскажем до конца этого часа. Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ. У нас сегодня в гостях руководитель отдела трейдинга компании QBF Портфолио Менеджмент Никита Селиванов. Итак, Никита, ну мы вот уже услышали. Первый вариант можно положить... Доверить человеку. Доверить человеку. В банк, да. Да, а потом, ну рассказывайте, что еще. Можно, собственно, если есть какое-то известное лицо или для вас оно как-то уважением пользуется, какая-то success, большая история успеха, то можно ему доверить, и он заработает вам денежку, заберет свою комиссию, и все отлично. Но не у каждого есть такой знакомый. И как найти такого знакомого сразу, давайте, где они водятся? Чаще всего такие ребята, собственно, работают, там, их элитно, это хедж-фонды в Америке. Соответственно, чтобы туда попасть, они начинают либо с банковской структуры, либо с инвестиционной компании, потому что в России нет такой структуры, как хедж-фонд. Просто правовая база не позволяет. Но, в принципе, все аналоги, которые позволяют, это, собственно, инвестиционные компании. Там, мультифэмили офисы они так называются, где человек, как бы, делает некую стратегию, на которой он объясняет, что со всем этим будет, какие риски он будет терпеть, и сколько ожидает заработать. Но, опять же, нельзя по закону обещать доходность, да, обещать не потерять. То есть это все равно на ваш страх и риск. Сама специфика этого предполагает, что возможны риски. Да, за счет этого и обгоняются банковские депозиты, да, за счет того, что берется на себя хоть какой-то риск. И сколько примерный процент вот при таком раскладе? От нуля до пятидесяти, до ста, да. А депозит, он примерно около, там, восьми, да, наверное, сейчас такой. Ну, адекватные вещи, все-таки, если говорить, то это процентов 15. Вполне можно делать, там, 10-15 процентов. Существует специальный инструмент в виде, там, даже госдолга России, да. То есть если вы не ждете банкротства нашей страны, дефолта, то при активном правильном управлении можно сделать и 10 процентов. В банках дают, там, 6-7. Значит, смотрите, мы в интернете, да, в поисковике вбиваем инвестиционный фонд. Да. Идем туда, несем свою денежку и говорим, вот, хотим терпеть такие-то риски. На протяжении такого-то периода есть определенная сумма, правильно? Или что-то еще? Да, и вы встретите миллион одинаковых предложений глобально. Собственно, чтобы разобраться, хоть как-то в этом не понимая. Да, если вы с нуля совершенно неподготовленный человек. Да, я думаю, совсем с нуля тяжело будет, да, все равно будет строиться все на личном общении, на доверии. Но важно все-таки послушать, как принимаются решения, за счет чего люди управляют деньгами. Сейчас тренд идет, так сказать, в количество инвестирования, когда больше роботы, ну, так сказать, алгоритмы делают за вас. Считают. Да, человек задает некие параметры, говорит, что если там экономика будет расти, а нефть дешеветь и тому подобное, то я считаю, что вот этот актив, я не знаю, там, Сбербанк, например, да, нужно будет покупать. То есть робот смотрит, когда все сошлось, говорит, покупай, там, из расчета всех параметров у вас берется позиция такого. А когда это делает человек, он может субъективно отнестись к этому и, там, сказать, что сейчас плохой момент. Или я лучше подожду, заработаю больше. Знакомый из Сбербанка позвонил, сказал, не надо сегодня, вот через неделю. Например. Это субъективный, да, получается? Да, но если человек умный, почему бы его не послушать? Робот никак не оценит. Тем более, если вы не разбираетесь совсем. Ну, да. Какого же слушаться тогда? Так, что еще? Правильного ответа нет. Естественность. Да. Что еще? И третий вариант, да? Когда робот... Есть третий вариант, когда, ну, это, как так сказать, это Скайнет, когда полностью за вас делает все робот. А-а-а. То есть он анализирует все данные на протяжении, там, 10 лет, смотрит факторы в виде, там, что... Ну, факторы риска какие-то. Ну, различные, да, 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 да. Ну, статистику подгоняется. То есть в Америке вокруг основной биржи все стоят только основные банки, у которых громадные оптоволоконные такие провода напрямую протянуты к бирже, чтобы они были быстрее, там, на метр, на миллиард миллисекунд. Боже, это прям битва за информацию. Да. Деньги там крутятся такие, что просто так с улицы, не знаете, и сто тысяч. Это не тот вклад, о котором мы говорим, но мы же примерно взяли. Да, ну, я думаю, насколько это масштабно. Понятно. У нас небольшая пауза рекламная, друзья. Мы скоро к вам вернемся, будьте со стороной ЭПН. Друзья, не отпустим нашего гостя без каких-нибудь интересных финансовых, практических рекомендаций. Напомню, что у нас сегодня в гостях портфельноуправляющий, руководитель отдела трейдинга компании QBF, портфолио-менеджмент Никита Селиванов. Да. Продолжаем разбираться, как хранить деньги-то свои. Приумножать. Как их приумножать, да. Вот где вообще получают эту информацию? Как обучаться? Как люди к этому приходят? Ну, может быть, на своем опыте, на опыте своих коллег. То есть у нас же нет такого... Своей команды, да. Ну да, такого нет, что у нас вот есть какая-то специальность в хороших вузах, чтобы человек понимал, как зарабатывать. Отдел трейдинга, например, есть где-нибудь в экономическом вузе? Вообще, кстати говоря, есть у нас и высшая школа экономики, и РЭШ. Они более-менее специализированы вот на этой истории. Если ты хоть как-то хочешь попасть в финансы и в эту сферу, то это одни из двух лучших вузов с точки зрения экономики и, так сказать, корпоративных финансов. Но если хочется именно торговать и находить какие-то математические модели, обманывать рынок, там, вот такие вот амбиции, то это больше о инженерных таких вузах. Там, физтех, мифи. Ну, я же не буду сейчас что-нибудь забуду, кто-нибудь обидится. Но, во-первых, любой технический вуз дает правильную базу для этого. Собственно, я так же начинал, и в итоге это все преображается. По мере пробы ошибок ты понимаешь, как ты будешь, собственно, работать на рынке. С упором на математику, с упором на новостной фон, или просто продавать услуги и вот находить каких-то правильных управляющих и говорить, что они лучше всех. И так, собственно, строятся инвест-компании, которые потом находят вот этих маленьких математиков и делают там крупные фонды. То есть это люди, которые вообще в этом пока не разбираются, сами начинают что-то там читать, смотреть. То есть такой самостоятельный путь у людей, да? Они начинают этим интересоваться со студенчеством, например, а то и раньше. И уже как-то приходят в это. Вот практика так показывает, насколько я понимаю. Там правильно не научишься, куча курсов, куча всяких двухнедельных курсов. Но этому научиться невозможно, но сходить обязательно стоит, чтобы понять какие-то базовые вещи. Как там график, как смотреть график, как новость реагирует на цену акций. Это уже аналитика получается, да? Да, но без этого вообще непонятно, как процесс устроится. Собственно, проще всего открыть какой-то демо-счет, да, или лучше положить какую-то денежку для вас не самую критичную, которую вы готовы потерять, там, 10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, там, 100, для кого как. И тогда вы будете серьезно относиться ко всем этим сигналам и обучению, и поймете, как это работает. Если вы... Лучше проиграть вначале. Потому что если вы заработаете, вы поверите в свои силы, и может закончиться все не в вашу сторону. А, то есть здесь самоуверенность не нужна. Никит, куда положить? Ну, я не буду называть конкретные компании, их много. Просто введите брокер, да, если сами хотите попробовать. Если хотите довериться, то это инвест-компания, вводите инвест-компания. Риск больше, наверное, да, когда брокеру доверяешь, чем инвест-компания? Брокер просто сам ты все делаешь, вся ответственность на тебе. Можно у брокера, естественно, куча предложений, дайте нам денег, мы для вас делаем, но они такая большая структура, что для них не всегда важен ваш достаток, да, то есть... А инвест-компании? Там важнее достаток? Им важна лояльность клиентов, конечно. Для них заработок инвест-компании за счет прибыли клиентов. Чем больше клиент заработал, тем больше заработала инвест-компания. Интересно. То есть они сотрудники такие, получается, партнеры. Партнеры в данном вопросе. Да. Клиенты и инвест-компании. Поэтому размеры разные. Брокер такой масс-продукт для всех, инвест-компания маленькая. У нас рекламная пауза, мы совсем скоро вернемся, будете с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Дамы и господа, портфельно управляющий компанией QBF Никита Селиванов в гостях у «Страны-ФМ». Мы обретаем азы финансовой грамотности сегодня. Вот смотри, Никита, еще сейчас очень модные, у нас тоже много было экспертов по блокчейну, криптовалютам. Твое отношение? Ты все-таки в другом немного поле. Но ты же отслеживаешь, наверное, как вот эти вложения сейчас развиваются. Теснят ли они обычную валюту? Ну да, вот какое-то твое отношение к этому всему, что происходит. Это классная история очень. Она, собственно, развилась. Это довольно такой... Всегда, когда более-менее подъем в экономике, есть дополнительные деньги, сейчас они довольно дешевые, особенно доллары, то вот происходят какие-то такие вот, как это называется, хайп, ажиотажные истории. О нем развилась какая-то невероятная вещь. Но по факту примеров на рынке такие были и до этого. Это, так сказать, производные инструменты. То есть у нас появился новый производный инструмент от... Там, биткоин, самый известный. Собственно, был адский ажиотаж. Сейчас он спал. И сейчас, в принципе, те люди, которые заходили на... Типа, мне вот друг сказал, нужно купить, купил. И там купили по самым высоким ценам. Они либо обанкротились, либо им это уже неинтересно. Потому что движения не такие сильные. Волатильность. Ну когда, то есть цена двигается не так уже активно. Не заработаешь и не потеряешь. Народ ушел. А большие банки только как бы открыли сейчас крипто-дески, так называемые. То есть... Что это? Ну то есть... Крипто-счета, что ли, какие-то? Ну у вас сидит, вот как я там, руководитель. Там сидит руководитель крипто-трейдинг-отдела. То есть JP Morgan, Goldman Sachs, Сбербанк даже сейчас хочет открыть. Занимаются они будут, ну как, что происходит в мире, куда это двигается. На текущий момент это как просто два актива. Там вот этот биткоин, там не знаю, как Газпром и Сбербанк, да, по размеру. Я сейчас, наверное, они уже больше, чем, естественно, Сбербанк. Но суть в том, что пока никто не знает, что дальше будет. Если появятся какие-то официальные инструменты, кроме вот один из фьючерс, могут появиться типа акции, там CFD, ETF, такие более сложные инструменты, которые дадут официальную возможность большим фондам влить деньги в эту структуру. Сейчас просто законом запрещено многих вещей, многих компаний. В нашей стране или не только? В нашей стране, по-моему, это и не запрещено, и не разрешено. Не регламентировать. Да, по-моему, нельзя майнить, добывать вот это все. А торговать и продавать, по-моему, ну могу ошибиться. Но как-то у нас не уголовно пока наказуемо. В Японии это все на уровне официально, в банке можно прийти, открыть счет. Ну да, уже за законодательство, да. В Америке не всем разрешено регуляцию, потому что нету регуляции. То есть вы можете на крипторынке делать все, что запрещено на стандартном финансовом рынке. Ну, приведите пример. Двигать цену, манипулирование. То есть вы можете, если у вас много денег, а там много денег на финансовом рынке, много денег на крипторынке, это немножко разные величины. И небольшой сумм, не знаю, как небольшой, миллион-два долларов, можно вполне сдвинуть любой вот этот коин, так сказать. Что приведет к... Ну, в общем, нельзя так делать. Это запрещено на нормальный уровень. Pump and up называется. Там еще много всяких внутренних технических историй. Даже песня такая есть. Да, да. Ну, в общем... Ну, понятно. Pump and up поднял акцию, все продал наверху, а все остальные, как говорится, лохи, они вышли потом по самым дешевым ценам. А есть люди, которые могут вот как-то регулировать этот рынок криптовалюты? Да, регулятор, собственно. У нас это CB, там это SEC, собственно... Когда-то они собираются договориться, чтобы как-то узаконить это все? Нет, это строится целый закон. Это не так быстро, собственно. Куча компаний хочет сделать вот этот свой так называемый ETF, то есть торговаться для всего мира своим фандом с помощью вот этого вот криптоинструмента. Но чтобы пройти одобрение вот этого SEC, который одобрит вас, нужно соблюсти кучу параметров. У вас там на счету должны быть ровно столько же биткоинов, сколько народ купил. Вы должны вовремя все это делать, никаких задержек. Там все счета во всех странах должны быть открыты. Там детали я сейчас все не знаю, но их очень много можно. Попыток было уже там штук 15, и все отвергали. Следующая попытка будет в конце этого года, по-моему, на одобрение этой ETF-фанда. Собственно, весь криптомир всегда ждет вот этого события. Если это произойдет, это будет скачок какой-то. Ну, если нет, то дальше продолжится медленное снижение. А те, кто отвечают за скачок, есть такие люди на планете или это случайная история? Скачок. Американский ЦБ, СЕК, они долго-долго работают, они долго строят законы, долго проверяют все. Иначе, чтобы потом можно было кого-то посадить, с кого-то взять штраф. Это их заработок, они живут на штрафах и вот на этих делах. Поэтому нужно все проработать очень правильно. Ну, то есть сейчас это уже более стало как-то понятно, если там несколько... Правильно русло идет сейчас, да. До этого это было как-то хаос. Люди делали, что хотели. Ну, и с таким образом кто-то успевал заработать хорошие деньги, пока этот хаос существовал. Потому что это редкость, когда в хаосе большие деньги. А там получилось так, что куча новых, неизведанных денег ниоткуда, на майнинах, каких-то добытых в Сибири, на заводах. А в чем их ценность? Их же вывести трудно было еще. Ну, ценность по факту, так сказать, ноль. Во-первых, это стоимость услуги. То есть вот этот биткоин — это услуга, за которую ты можешь купить, продать. Это как бы такой черный рынок. Это там преступность, наркотики и все остальное. Изначально вот там было. И вот как оценивается этот рынок, столько и стоит, грубо говоря, биткоин. Но когда это стало более популярным, вот финансовой точки зрения, уже стало еще сложнее оценивать. Это просто стало вот хаос какой-то. Но мы ждем всех, правильно? Ждем всех. Когда они все пропишут. Это не единственный аргумент для роста, но это важно очень. Они нас смотрят, слушают, поэтому мы им говорим, давайте уж не тяните. Сейчас маленькая пауза, после которой вернемся, друзья. Не переключайтесь. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Лиза Калинина, Роман Шахов в студии. Друзья, у нас сегодня в гостях руководитель отдела трейдинга компании QBF, портфолио-менеджмент Никита Селиванов. У нас финальный такой выход, Никита. Все-таки мы люди непрофессиональные, обычные. Вот смотри, если есть у людей какая-то сумма денег, например, что-то продали, квартиру, да, к примеру, то есть чтобы мы уже в миллионах измеряли. Ты можешь какое-то дать нам, ну, какие-то советы, рекомендации, вот как с этими деньгами распоряжаться, если пока, ну, нет цели купить что-то новое, например, вот они должны лежать. Сохранить и по возможности приумножить. Ну да, да. Ну, в России сейчас есть интересная история в виде PIFA, да, ну, то есть она не сейчас, она довольно давно существует. Это, так сказать, фонд, в который собирается, грубо говоря, любая идея на рынке. И вы можете, то есть поучаствовать, так сказать, в росте любой истории. Там от Сбербанка, к примеру, до какой-то более сложной вещи, если вам хочется усложнить, прям там запутать, главное не запутаться в этом всем. Приложения есть любые. Всегда вам подскажут, что лучше сделать, но... Это в банк надо идти, чтобы там подсказали, как это происходит. И в банке, и инвестиционной компании, да. Ну, больше на этом специализируются инвестиционные компании, потому что это более сложные решения и такие более индивидуальные. Собственно, компания ставит PIF, закладывает туда, может, строительство зданий, да, то есть строительство какой-то коммерческой недвижимости на стадии только там котлована. Вы идете, вкладываетесь и потом получаете весь доход от перепродажи здания и от рентного дохода. Либо это просто акции, вы получаете доход от того, что зарабатывали нефтяные компании, да, дивиденды. И там, если там санкции снимают с России, то у нас происходит невероятный рост в экономике. И, собственно, все акции растут, и в этом PIF вы зарабатываете там... Ну, а что рискованнее, PIF или акция компании, как? А нет ответа, смотря в какой вы вложите. Это такой более сложный... Очень много, много комплексов. Много деталей, очень много деталей, и иногда и PIF менее рискованный, может быть. Потому что акция, вы должны разобраться полностью в бизнесе компании, одной компании. В совет директоров позвонить, спросить, как у вас дела. Если вам ответят, то, может, и вкладываетесь. А обычно они отвечают, конечно, в России. Ну, кстати, можно купить одну акцию. Вы... там, 10 рублей она стоит, грубо говоря, да, какого-то? Чья? Ну, например, акция 10 рублей. Ну, да, ну, бирбак будет стоить, я сейчас боюсь ошибиться, но там до 1000 рублей, да, стоит одна акция. Вы придете на собрание акционеров, переждете дату, когда будут оформлены акционеры. То есть можно, купив одну акцию, уже ходить на собрание акционеров? Да. Ну, это, чтобы вы понимали, такое собрание акционеров на 1000 человек, но всем дадут чайку, там, бутербродь. Пофоткаются всем. За 1000 рублей можно, получается, сходить. Даже больше, что вам придет на почту, на реальную такую бумажку, где вы будете обязаны, ну, не обязаны, а желательно проголосовать. За выборы нового, там, члена совета директоров, кого-то руководителя отправить обратно. Ваше мнение будет учтено. Здорово. И вы как бы в части бизнеса. Здорово. Смотри, а вот недвижимость, когда люди по-прежнему покупают что-то и сдают, это, ну, вариант котируется сейчас? Да, просто эта доходность не очень большая, то есть это, ну, там, 3-5% годовых, если просто купить и сдавать. Ну, так как сейчас довольно все равно в Москве, в России дешевая недвижимость, то, может быть, сейчас и не такой плохой момент для покупки жилья. Хотя, может быть, чуть... Нынешний период, в смысле. Да, в текущий момент. Сколько она будет давать доходность, это неизвестно. Собственно, если будет, там, с рублем все лучше, то это отлично вложение. А как, кстати, с рублем будет, Никит? Мы-то уж совсем не знаем. Да. Какие там есть прогнозы, да? Ну, пока санкции, пока все, вот, момент не меняется, я думаю, рубль не будет сильно меняться. Именно меняться, то есть падать тоже... Надеюсь, и падать не будет, но все возможно, да. Нас, нефть нам помогает очень хорошо. Это наш девиз, да. Да, да. Но в последнее время не коррелирует никак, что нефть растет, рубль падает. Ой, спасибо, Никит, большое. Надеюсь, что как-то мы помогли. А, ну и, конечно, все вот эти предложения банков различных тоже можно отсматривать, если у вас небольшая сумма, да, чтобы они не просто лежали, ну, как в банке. Да, я думаю, сейчас все есть в интернете, но проще, конечно... Все-таки, чтобы лучше крутили 100%. Все-таки, мне кажется, лучше пойти к профессионалам, потому что, ну, в интернете ты посмотрел, ты не знаешь, как это вообще работает. Не надо, Никит, слушать, да, вебинары, это все пришли, вам все рассказали, честно. Все вживую. Да, вживую. Да. Ну, и статистику, наверное, где-то есть возможность посмотреть на сайтах, да? Рейтинги, да, наверное, все это есть. Все. Ну, тоже это, да. Спасибо. Никита Селиванов, наш финансовый эксперт, сегодня был в гостях у страны ФА. Спасибо огромное. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...